В последнее время участились случаи голосового фишинга, телефонного мошенничества с пластиковыми картами. Сегодня эту тему обсудим в студии. У нас в гостях Лариса Хуснулина, главный экономист отдела платежных систем и расчетов Челябинского отделения Банка России. А также Денис Ершов, заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием IT-технологий, главным управлением ВД по Челябинской области. Мы вам говорим доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Денис Владимирович, наверное, первый вопрос будет больше к вам относиться. Давайте вернемся к статистике прошлого года. Много ли случаев зафиксировано вот такого телефонного мошенничества? В прошедшем году на территории Челябинской области и России в целом было зафиксировано в среднем на 20% больше случаев подобных преступлений, нежели ранее. И было раскрыто на территории Челябинской области более полутора тысяч подобных преступлений. Хорошо, что раскрыто и плохо, что на такой огромный процент больше. Лариса Владимировна, вопрос к вам. Все-таки, если какой-то мошенник звонит якобы от банка, и мы говорим про людей, которые действительно работают в банке, какие фразы точно не скажет никогда сотрудник банка? Да, действительно, банк может позвонить своему клиенту, но он никогда не будет запрашивать какие-то персональные данные, данные банковской карты. Данные банковской карты, напомню, это то, что размещено на лицевой стороне, номер карты, фамилия и имя владельца, срок действия банковской карты и на обороте CV-код. Да, совершенно верно. Кроме того, мошенники охотятся за данными, которые приходят от интернет-магазинов, это подтверждающие коды. Ну и варианты, способы, которыми они пользуются, совершенно разнообразны при этом. В последнее время зафиксированы, вернее, наиболее распространены такие варианты, когда звонят, представляются сотрудникам банка и... Что обычно спрашивают, да, да. Говоря, что да, с вашего счета начались списания. Подтверждаете ли вы такие-то, такие-то списания, такие-то, такие-то суммы, и для того, чтобы вас как-то идентифицировать, давайте сверим данные. Таким образом, выпытывают данные банковской карты. А буквально в последние два дня зафиксирован такой случай, когда, опять же, от имени сотрудника банка человеку звонит как бы сотрудник, говорит о том, что да, я не буду, мне не нужны никакие персональные данные от вас, я ничего не буду у вас спрашивать. Единственное, давайте вот уточним, опять же, прошли какие-то списания, вы их делали, человек говорит, ну, подтверждает или нет, не делал. В таком случае, давайте проверим, сильна ли антивирусная защита у вашего телефона. Мы предлагаем вот вам снести ту программку, которая стоит у вас сейчас на телефоне, и воспользоваться нашей программой. Либо скачать ее откуда-то по ссылочке, которую мы вам вышли, ну, либо каким-то образом ссылку дают. Таким образом программка устанавливается на телефон, и преступники получают удаленный доступ к счету. Нужно быть очень осторожным, и давайте еще раз озвучим, что точно нельзя сообщать о своей банковской карте, какие данные точно не нужно никому говорить. Вообще никогда, ни при каких условиях. 16 цифр на лицевой стороне карты, ТВ-код, который находится на обратной стороне карты, и пароли, которые приходят в смс-сообщениях при попытке подключения мобильного банка злоумышленникам к карте гражданина. Настоящему банковскому сотруднику никогда эти данные не понадобятся. Ну и хочется спросить еще, когда звонит мошенник? Во-первых, когда он звонит чаще? Вот, Денис, вопрос, наверное, к вам с утра вечером или, может быть, днем. И на какие он эмоции, чувства пытается воздействовать? Ведь мы понимаем, что мы поддаемся в первую очередь каким-то эмоциям. Мошенники звонят в любое время суток, в том числе могут позвонить и ночью, если это телефонные мошенничества. Если это мошенничества, связанные с кражами из банковских карт, звонят, как правило, в рабочее время, представляясь сотрудниками банков в первую очередь, на что воздействует? Оказывают психологическое давление, не давая одуматься, постоянно находясь с ним в телефонном разговоре. Подводят его при этом к банкоматам, либо, как уже коллега наша сказала о том, что некие программы могут на телефон установить, либо на любой иной гаджет. Воздействует на чувство страха о потере своих денег, и поэтому гражданин, опасаясь списаний, потерь, просто не анализирует ситуацию, не думает и ведется на уловке мошенников. В общем, на какую-то скорость точно не нужно обращать внимание. Ну что ж, будьте аккуратны, будьте бдительны. Мы благодарим наших гостей. У нас сегодня в студии Лариса Хуснулина, главный экономист отдела платежных систем и расчетов Челябинского отделения Банка России. А также Денис Ершов, заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием IT-технологий, главного управления ВДП Челябинской области. И еще раз, пожалуйста, будьте бдительны и осторожны.